вы слышали о том что говядина очень полезно но не знаете как ее приготовить вы на канале райвика и сегодня я приготовлю такое мясо которое будет таять во рту и у меня тут кусок 600 грамм красивого красного мяса это есть говядина я не знаю какая-то часть я выбирала просто визуально что мне понравилось то и взяла лук огромный то есть ну грамм 200 наверно и на 600 грамм мяса 60 грамм сливочного масла это будет у нас для первого этапа до мяса будет у нас томится долго но потом она будет нежным и быстро съедается и нужно мясо порезать на кусочки вначале его нужно конечно помыть и протереть салфеткой чтобы она была сухим обсушить обсушить да и кусочки я режу не маленькие а большие прям жалко жалко резать ну как мраморные получились видишь кунику мясо вообще красивая да кстати сколько стоит у вас килограмм говядины вот этот кусок я же говорю не знаю какая-то часть у нас стоит 10 евро килограмм 11 евро килограмм это 300 гривен я знаю что у нас в одессе мясо стоит там гривен 150 но тут она в два раза дороже все едем за мясо на едем в одессу обратно за мясом и режьте мясо вот видите у меня такие куски большие да они сильно маленькие не сильно большие мясо прям супер да вот у нас выходит 369 кусочков по четыре кусочка на человека кого-то а маруську ты никого кому-то 5 кого-то 4 мы знаем с маруська кому не 9 это 44 и 1 кошки и нужно взять кастрюлю и вот выложить мясо вот одним таким слоем как кирпичики да прямо как кирпичики технологии соблюдать вот вещь нормально как раз супер теперь после мяса нужно порезать лук мелко мелко но можно и не совсем мелко потому что за то время пока будет мясо у нас тушится лука раствориться его будет практически не видно целиком клади целиком класть не надо а лук порезать мелко надо кстати для того чтобы не плакать вы рекомендовали набрать воду в рот и резать лук сейчас мы это проверим работает или нет ваших метод я наберу в рот воды и молча буду резать с водой лук и потом проверим все таки это это туфта или нет ну вот как раз повод помолчать все я резала лук с водой во рту ну глаза чуть-чуть заслезились но не рыдаю горькими слезами так что в принципе можно забирать рот с водой все равно будет печь ну не так сильно как если бы воды не было молодцы кто это подсказал но мне все равно нужно глаза щас помыть и продолжим так что вам бесплатный лайфхак если ваши домашние кто-то вас достал там муж жена дети попросите их резать лук дайте им стакан воды чтоб они набрали рот воды молча резали очень кстати работает пару минут помолчать и этот лук теперь нужно сверху мясо выложить поверх мяса вот так лук отправили к этому нашему мясу и теперь сливочное масло нужно разрезать такими ломтиками и сверху тоже вот так будем сейчас выкладывать я беру из расчета у допустим 100 грамм мяса 10 грамм масла допустим если килограмм у вас мясо то где-то 100 грамм масла у меня 600 грамм 60 грамм масла вот из такого соображения разложила я масло вот так полностью сверху и теперь вот на вот это количество мяса на 600 грамм я добавлю две столовые ложки воды не больше а вот а просто налью так сверху две столовые ложки больше и не надо не соль не сахар не перец ничего мы сейчас не добавляем а накрываю крышкой и ставлю на плиту чтобы она себе томилась бульк 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 один час то есть медленный огонь бульк бульк буквально чтобы было 60 минут потом продолжим час времени прошло и вы знаете какой тут сливочно луковый аромат стоит не знаете тогда приготовьте и точно узнаете и если вы впервые на нашем канале то нажимаете красную кнопку подписаться и прямо сейчас поставьте лайк чтобы вы не забыли это сделать а я почистила три зубчика чеснока видите вы так же сам очистите давайте я вам открою теперь нашу кастрюльку видите воды добавили две столовых ложки а сколько у нас тут сока уже видно как она все томится притомиться нужно выдавить чесночок сюда ну ты же видела что у меня три зубчика чеснока шо сколько чё спрашиваешь надо было смотреть за чесноком они в кастрюлю или где-то смотрела чеснок мы добавили теперь нужно добавить и где-то 5-6 зерен черного перца обычного и дух мяного но у меня то душистого но у меня всего лишь 4 зернышко нашлось но я думаю что тоже получится в общем то 5-6 зерен обычного и 12 дух мяного вы поняли теперь я беру одну чайную ложку сахара и прям сюда за сахарю теперь я тут добавлю соль соль добавляете по вкусу я добавлю почти тоже эту чайную ложку дальше мне нужно добавить еще одну чайную ложку уксуса 9 процентного но так как у меня у 6 поэтому я еще чуть-чуть добавлю 9 тут найти у нас в болгарии нереально практически не есть в русском магазине но это надо идти делать нечего далеко поэтому какой рядом продается такой мы покупаем смотрите какой бульончик прямо вообще лук уже еще чуть еще чуть-чуть и лука вообще там растает как снежинка ой такая будет как ковармичка наша болгарская но это не ковармичка это другое добавлю буквально еще один листик лаврушки сюда его зарою благополучно снова накрываю крышкой и еще где-то один часик чтоб она себе бульбукала потихонечку и через час я вам его достану и я его аппетитно съем если у вас мясо будет более жесткая из другой там части где будет больше прожилок тогда вам нужно его тушить второй этап не 60 минут а 90 минут то есть вы будете смотреть от сорта вашего мяса от жесткости мяса потому что если жопа она более мышцовая будет и дольше нужно будет его тушить а если там грудинка там крылышки то они помягче ну крылышки в говядины вряд ли есть ты знаешь ну лопаточки это есть крылья софты и шея кастрюлю не снимали в течение часа но теперь снимаем и вот мяско уже получилось такой вот прям маслица ну соус будет просто потрясающе я думаю вы сами догадались об этом ну что друзья пока варилась мясо готовилась я успела приготовить и пюрешку это мясо идеально будет сочетаться либо с пюре либо с макаронами потому что получается вот куча соуса до остается еще можно делать и макароны и все что угодно вот я сейчас давай возьму эти два кусок мяса и что надо же его попробовать я забыла посмотреть сколько времени второй раз она тушилась ну наверное часа полтора в общей сложности где-то два с половиной часа ушло на то чтобы мы получили какое мясо вот вот такое сочное мясо которое распадается и можно если у кого-то зубы сейчас не очень или там коронки делаете то можно есть вот это мясо тоже или деткам у кого еще не выросли зубки есть не подходит у кого есть то тем более то есть мясо вы видите распадается очень мягенькая очень мягкая прям тает во рту боже на возьми на мне например и пюре уже не нужно и макароны тоже когда есть просто такое вкусное мясо просто отпад если вы не верите тем более берите готовьте подтверждает маруся очень вкусно кстати кстати да маруся иди в баню мы съедим без тебя шо мяу мы сами сидим он прежде пускай скажет мир а то просили тебя показать на где-то там в кадре на мяско будешь говядину рыбе такой не не учебой и как мы тем чавкаем вкусно молодец вот такой замечательный рецепт самого вкусного мяса если вы до этого не любили говядину или не любили стейки я стейки например не люблю но вот вот это мясо я просто обожаю и вам рекомендую готовить потому что хотя бы раз в неделю нужно есть говядину чтобы быть здоровыми полными энергии любви радости и счастья и друзья напоминаю ставьте лайки не забывайте это делать кто гость нашего канала кто впервые нажимаете вот эту красную кнопку подписаться а я желаю вам любви радости добра живите весело энергично и до новых встреч пока пока а